Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной кулинарный видос. У меня есть вот такие вот небольшие три камбалы. Они реально вообще небольшие. Вот буквально с ладошку немножко больше. Камбалу в своей жизни я уже ел и жареную, и засоленую, и вяленую, и какую только не ел. Для меня самый главный плюс это то, что в рыбе нету мелких костей. И больше всего мне нравилась жареная. Поэтому мы ее будем жарить на мангале. Изначально рыбку, конечно же, нужно почистить, кишки достать. И если получится, конечно же, жабры тоже нужно или вырезать, или вырвать. Короче, как-нибудь их нужно удалить. Хвосты я отрежу, а вот боковые плавники я трогать не буду. Они мне не мешают. То, если рыбина большая, плавники у нее тоже большие, и тогда, конечно, их лучше удалить. Почистили, помыли, теперь делаем маринад. Итак, в чем же я буду мариновать? Самый главный ингредиент это чеснок, соль, смесь перцев и оливковое масло. Чеснок чистим. Рыбы у нас немного, так что, думаю, 4 зубчика хватит. Чеснок нарезаем мелко, или можно просто воспользоваться чеснокодавкой. Беру небольшую емкость. Сюда мы его засыпаем. Делаю 2 хорошие щепотки соли. Смесь перцев. Заливается это все оливочем. Конечно, это все нужно перемешать хорошенько. Вот так вот. Запах обалденный просто стоит. И нужно, чтобы маринад постоял примерно минут 15-20. Чтобы чеснок, все специи пропитались при помощи оливкового масла. Как мы знаем, у камбалы очень толстая шкура. Поэтому, чтобы наш маринад хоть как-то пропитался, мы поделаем надрезки. Я слишком много не буду их делать. Так, чуть-чуть поднадрезаю. Вот этого хватит. Вот так. Вот так. Теперь смотрим, что я делаю дальше. Беру пакетик. Наш маринад, который постоял уже минут 15. Щеточку с Алиэкспресса. Берем камбалу нашу. И начинаем ее хорошенько вот так отнамазывать. О! С одной стороны. Переворачиваем. Запах такой, не знаю. Прикольный стоит. Чесночно-оливковый. Так, давай, что оно плохо цепляется на кисточку. Или ложку идти брать. О! Вилка есть. Вот так от, вилочкой. Туда-сюда. Одна рябинка. Вторую ложим. Вот так. Наверное, нужно было больше масла насыпать. А то, что-то маловато, наверное. Во! Красотища получается у нас. Последние капли. Последние капли. Ну да, короче, нужно было больше чеснока, наверное, было больше. Нужно было больше оливкового масла. Что-то я не рассчитал. Немножко. Ничего страшного. Мы дольем его. Теперь этот пакетик нужно плотненько замотать. Ой, ручку обляпал. Так, плотненько замотать. Так вот. А вот там треснуло, потому что рыбка острая. Но ничего, я в другой пакет положу. Ничего страшного. Так замотать. Вот так. Потрусить, потереть. Похлопать можно. Чтобы она там пропиталась. И вот так я положу в холодильник буквально не знаю насколько, потому что сейчас вечер, а завтра днем будем жарить. Но, по идее, должно 2-3 часа хватить. А у меня будет больше мариноваться. На улице обалденная сегодня погодка, поэтому рыбку будет вдвойне приятно пожарить. Угли готовы. Ложу сетку. Вот наша маринованная рыба. Долго мариновалась. Запах стоял на весь холодильник. Ой, потекло, потекло. Так. Достаем. Так, не можем. Одна. Вторая. Третья рыбинка. Самая маленькая. Жарится оно будет очень быстро, поэтому нужно за рыбой следить. Так, чтобы не пригорело ее, как бы так. Поддеваю немножко. А то потом оно, потом ее будет сложно отодрать очень. Ого, какая красота. Ну, уже готово. Красотища. Готовится быстро. Жара много, рыба небольшая. Ну, давай посмотрим. Ой, я думаю, можно уже снимать. Прошло буквально там 3-4 минуты. Гриба готова. Маленькая пошла. Средняя. Средняя. И большая. Падает. Большая больше всего пострадала. Не могу взять. О, сними поближе. Сейчас будем пробовать. Так, 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 так. Шкуру мы кушать не будем. Кушаем только филе. Ой, горячее. Я не знаю, что сказать, потому что камбалу я много раз ел. И камбала, как камбала. Чего-то супер необычного не получилось. Обычная жареная камбала. Вроде бы соли, наверное, мало насыпал. Соль плохо чувствуется. Чеснок чувствуется. Мясо мягкое. Костей мелких нету. Кушать. Как говорится, кушай и наслаждайся. Мясо от кости отстает. Но нужно было вилку взять. А мы пальцами все едим. Вкусно. И главное то, что она готовилась 3-4 минуты. Потому что она маленькая, потому что так быстро. Мы там, по-моему, такие большие камбалы покупали, жарили. Но там обалденно. А это так, баловство. Но сам рецепт очень классный. Всем советую. И спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.